друзья мир всем сегодня что-то на меня нашло такое настроение поварское и пока у нас затоплена русская печка точнее она уже продавилась самый жар там я решил приготовить сразу два блюда все это будет экспронтом значит сейчас мост у нас рождественский поэтому взял вот такой кабачок вот здесь я на противне хочу ну какую-то выпечку сделать а в котелок мы все побросаем как это делали раньше размешаем посолим и поставим в печку а завтра посмотрим что получится так за основу я беру кабачок я не знаю как это блюдо будет называться назовем его потом попозже когда все сделаем а потом будем просто добавлять вот так раскладываем его сюда листик предварительно надо смазать маслом смазали маслечком укладываем красиво так у нас не хватает режем еще дальше сейчас я нарезаю лук кабачок я уже разложил в принципе я посмотрю может быть я еще один слой кабачка потому что он жарится он такой прям совсем мало его станет когда режешь лук это самый такой печальный плаксивый момент значит я решил кольцами еще сюда кабачка немножко накидать я потому что посмотрел маловато и так я порезал лук две головки большие значит и у нас были грибы маховики там или как их называют если помнится вы мы выставляли значит пост где мы осенью или наверно в конце лет она собирали очень много грибов в этом году было грибной год прям невероятно вот у нас был небольшой пакетик я сюда их разложил сейчас мы это все это дело посолим обязательно можно каждый слой по чуть-чуть солить посолили все значит тоже летом осенью точнее мы заморозили перчики обычный болгарский перец нарезанный он придаст хороший вкус теперь мы все что наложили сюда слоями красивенько все это закрываем чтобы это никто не видел морковкой она вся в сторону летит по-моему мне придется больше порядок тут наладить я потёр сюда морковочки значит посыпал всякими приправками специями можно перчик еще добавить посолил немножко ну и пожалуй вишенка на всем этом большом пироге который называется импровизация мы положим петрушечку вот так вот красиво летняя петрушечка вспомним лето кстати у нас за окном больше минус 30 градусов именно поэтому мы сегодня решили затопить русскую печку раз есть русская печка значит надо пользоваться случаем приготовить несколько блюд это одна из один из плюсов пожалуй в русской печи что ты можешь сразу несколько блюд сделать и для того чтобы поставить против печку поскольку печка прогорела дрова там осталась зола я ее не разгреб то есть мы сейчас разгребаем ее беру прихватки да потому что крышка тут это очень горячая обычно золу складывают в одно место куда нибудь и 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 так мы приступаем ко второму блюду как это делали раньше значит у нас остался немножко кабачка все сюда картошку я порубил заранее тоже сюда не имеет значения какой последовательности думал что это будет суп но это будет на жаркое картошка получилось слишком много теперь нарезаем неважно какой последовательности ну например возьмем капусту я думаю я все не буду делать может быть половиночку возьму капусты сюда это последний вилок с нашего огорода вот как интересно получилось прошу с вами обрежемся и 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 Я помню, еще в моем детстве, бабушка еще была живая, она говорила, внучек, никогда не заливай полную, всегда 3 сантиметра оставляй, иначе будет выкипать. Поэтому оставляем сантиметра 2-3, как сказала бабушка, чтобы не выкипало, ну, чтобы не выплескило сюда, да, наружу. Все, сейчас будем ставить в печку. Опа! Я решил эти грибы все-таки перемешать, потому что, если вода выкипит, они вообще могут сжалиться, так что мы сейчас их перемешаем немножко. Значит, вот такая кругленькая штучка, это я взял с прялки, ну, настоящая была, значит, что-то в виде этой формы кругленькая такая, для чего? Для того, чтобы можно было туда подальше ставить котелок, поскольку они тяжелые, котелки были еще больше, этот у меня буквально на 6 литров, вот так ставишь его сюда, вот эту вот штучку, и по ней катишь туда, куда-нибудь в самый уголочек. Сейчас буду пробовать, подведем немножко. Всем доброе утро! Итак, смотрим же, что у нас там получилось. Ну, к слову сказать, противень я вытаскивал, чтобы он там, ну, как бы не сгорел, да, наверное. Вот, а сейчас утром мы опять поставили подогреться. Берем опять вот эту штучку, полюсико это ставим сюда, ухват, на него, подкатываем ее сюда, и на этой штучке потихонечку выкатываем. Можно перехватиться даже вот так, раз, я еще вот так подальше ее делаю. Раз, 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 оп, тут самое главное, чтобы не оборвалось. Горячий. Опа! Вот это у нас блюдо тут. А как пахнет-то вкусно? Ну, все, сейчас будем пробовать. Ну, что, назовем это блюдо, наверное, рагу, рагу из печи. Очень хороший вкус, придают грибы, шампиньоны, прям такой грибной вкус насыщенный, все такое распаренное, то есть здесь и жидкость есть, можно как супчик, да, покупать. Ну, вот, ну, а это, наверное, у нас будет называться как-то запеканка с кабачками, наверное, потому что кабачков здесь много, здесь также грибы. Попробуем потом, что получилось у нас здесь, то есть это можно накладывать лопаткой. Ну, что ж, вот, вот, незамысловатый рецепт самых простых блюд из овощей, которые у нас всегда есть под рукой. Вообще, русская печь, это, знаете, прототип мультиварки нынешней, только это такое старинное, мощное, настоящее, самое главное. Ну, все, всем приятного аппетита. Давайте, ребятишки, Бог благословит. Уже. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!